Соборное дворище Соборное дворище Соборное дворище обязательно нужно посетить хотя бы раз в жизни каждому человеку, полюбоваться одним из крупнейших соборов, оценить очаровательные, пусть и не стройные ансамбль церквей. Также есть возможность подняться на колокольню. Оттуда Великий Устюг как на ладони. Видно даже за речную сторону. На колокольне можно увидеть несколько рабочих колоколов, просторы реки Суханы, а также исторический центр Великого Устюга. Главный храм ансамбля Успенский собор. Ему более 700 лет. Впервые собор упоминается в 1290 году. Именно тогда для освящения построенного взамен сгоревшего храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в Устюг приехал ростовский архиерей. В 17 веке на месте деревянного Успенского собора построили одноименный каменный. Его возвели по образцу главного храма Московской Руси, Успенского собора Московского Кремля. Вид современного Успенского собора сложился в результате перестроек. С юга собор полностью закрывает двухэтажная теплая церковь Благовещения, а с востока, возведенная в конце 17-18 веков, высокая соборная колокольня. Успенский собор когда-то был четырехстолбным. Его несколько раз перестраивали, и при одной из перестроек в 18 веке он потерял два столпа. Над кубом построен восьмерик, имеются четыре угловые главки, с трех сторон крыльца с главками. С востока, около собора, расположена двухчастная колокольня. При этом одна из башен имеет шпиль, а другая завершена главкой. История соборного дворища Великого Устюга занимает особое место в летописи города. Этот прекрасный ансамбль появился в 15 веке. В то время Устюг уже стал частью Московского княжества и превратился в преуспевающий купеческий город. Именно здесь сходились водные пути из Вологды, с Волги и Придуралья, откуда корабли получали прямой выход к Устью Двины и дальше, к Северным морям. Город расцветал, начинали строиться величественные здания, привлекались лучшие архитекторы Руси. Сейчас судить о первоначальной композиции этого ансамбля трудно, но в древности была традиция строить новые здания храмов на старом освященном месте. Поэтому можно предположить, что положение современного Успенского собора примерно совпадает с местом первоначальной деревянной церкви. Древнерусские зодчие всегда придавали большое значение размещению главного храма. В этом отношении Устюг один из ярких примеров. Южнее соборов почти целый квартал занимает сооружения, которые когда-то давно составляли ансамбль архиерейского дома, возникшего на рубеже XVII-XVIII веков в связи с образованием Великоустюжской епархии. Это здания присутственных мест – Спадская Овсеградская церковь, Домовая архиерейская церковь Алексея Митрополита, корпус казенного приказа, хлебня, другие здания и сооружения. Второй собор соборного дворища посвящен Святому Праведному Прокопию. Это небесный покровитель Великого Устюга. В этом храме резной золоченый пятиярусный иконостас, который возвели в первой половине XVII века. Иконостас Прокопьевского собора – цельное собрание устюжской живописи. Ежегодно соборное дворище посещают туристы из разных городов, чтобы увидеть его собственными глазами. Гостей города привлекает архитектура, а также изящество ансамбля. Соборное дворище уникально и по праву считается жемчужиной Великого Устюга. Программа выходит при содействии управления информационной политики Вологодской области.